Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Что ж, снова уже который раз на этой неделе возвращаемся на финансовые площадки для того, чтобы оценить ситуацию фундаментального характера, которая имела место быть сложиться на финансовых рынках в ходе вчерашних торгов и посмотрим, конечно же, на те отчеты, которые у нас впереди. Думаю, что вы уже ознакомились с содержанием экономического календаря, смогли заметить, как у нас на повестке еще два очень стоящих макроэкономических релиза. Во-первых, это данные по инфляции в рамках еврозоны, это раз. Ну и, конечно же, протоколы заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. То есть, если первый отчет мы будем анализировать с точки зрения того, каким образом он может сказаться на дальнейшей динамике европейской валюты, то, что касается протоколов, их мы с вами будем рассматривать уже через призм прежних макроэкономических отчетов и, конечно же, оценим ситуацию по поводу расстановки сил среди голосующих членов касательно того, какое решение может быть анонсировано в ходе предстоящего июньского заседания, которое будет посвящено как раз главному вопросу. Сейчас этот главный вопрос сводится к тому, будут ли повышены ставки или нет. Если нет, то когда нам все-таки стоит ожидать этого решения? Обо всем, как и всегда, давайте поговорим более детальней, конкретней и по порядку. И начнем мы сегодня с динамики нефти, как это делаем всегда. Клосс вчерашнего дня 49.55, сейчас мы видим то, что актив торгуется на отметке 49.35. В целом, бычья динамика продолжается и в рамках вчерашнего дня мы видели, как этот актив добрался до нового многомесячного хая. Если разобраться в причинах, то, на мой взгляд, они прежние, если их и вообще можно обозначить в качестве тех самых предпосылок для роста. Это ожидания снижения добычи нефти в Канаде, в Нигерии. И эти ожидания трейдеры почему-то используют в качестве как раз того самого условия, которое в перспективе ближайшего времени, не знаю какого, но просто как позиция есть, может привести к восстановлению баланса между спросом и предложением. Но учитывая то, что сегодня на азиатской торговой сессии мы не видим такого динамичного начала, как, к примеру, мы наблюдали днем ранее, может быть, трейдеры сейчас находятся в явном замешательстве того, что делать дальше. И я полагаю, что причин для такой консолидации в ожидательной позиции достаточно. Во-первых, это все-таки осознание того, что то основание, которое стало причиной состоявшегося бучьего ралли, после того, как, вы помните, на прошлой неделе вышли данные по снижению запасов, и после оценки ситуации по производству в Нигерии, в Канаде, становится очевидно, что на самом деле этот фон, он не такой уж и стоящий для того, чтобы поддерживать дальнейшее ралли. Разберем Канаду. Лесные пожары, которые привели к сокращению объемов производства, но мы с вами уже остановились на этом регионе, пришли к выводу, что уже в конце прошлой недели Канада вернулась к прежним объемам добычи, и сейчас уже ничто не угрожает потенциальному снижению выработки. Нигерия. Я вам обещал то, что мы остановимся подробнее на цифрах. Я проанализировал конкретно сейчас ситуацию, связанную с тем, что бейс-тооткновение приводит к тому, что некоторые терминалы купированы по производству. В общем, действительно, выработка снизилась, но, на мой взгляд, на совершенно смешную цифру. Если раньше у нас Нигерия давала мировой экономике 1,2 миллиона баррелей нефти в день, то сейчас, с учетом текущей ситуации, производство находится на планке 1,1 с небольшим. То есть, если мы округлим даже до 1 миллиона, получается, что из-за вот этих локальных конфликтов Нигерия недоснабжает рынок двумястами тысячами баррелей нефти в сутки. Напомню также, что есть и аналогичные данные из США, согласно которым объемы добычи снизились на 100 с небольшим тысяч баррелей в сутки. То, что ожидается падение практически на полмиллиона, но это еще растянутые перспективы. Это не цифры, которые подтверждены реальностью. Может все измениться, тем более, что если нефть продолжит так активно восстанавливаться, я уверен тоже, что сланцевые производители снова начнут искать экономические причины, чтобы начать заниматься прежним бизнесом. Пока это только оптимистичное ожидание, что производство будет дальше снижаться. Если вернуться к тому, что я сказал, снижение актуальное чуть больше, чем на 100 тысяч баррелей. Получается, что Нигерия, США дают 300 с небольшим. И тут же перевешивает, ну или по крайней мере уж точно балансирует вот этот спад, те объемы дополнительного производства, которые идут со стороны ОПЕК. И в частности, основной прирост дает Иран. 330 тысяч баррелей увеличение до снабжения рынка. И я думаю, что вот эта цифра, наверное, не только меня, но и многих трейдеров, которые также делают ставку на отсутствие причин для среднедолгосочного роста, этого достаточно, чтобы аргументировать позицию по сохранению медвежьего взгляда. И этого достаточно, чтобы понимать о том, что проблема переизбытка, она еще совершенно и далеко не решена. На улучшение речных настроений вчера повлияла также и статистика по запасам нефти США. Запасы выросли на, точнее снизились на 1,14 миллиона. Это, по идее, фактор локальной поддержки. Сегодня нам остается дождаться уже официальных цифр. Я думаю, что мы можем увидеть очередной прирост. Я полагаю, что вкупе с другими факторами этот релиз может стать причиной локального давления на нефть. Плюс ко всему, еще протоколы на повестке в 21.00 по московскому времени, если они создадут условия для роста доллара, сильная валюта американская является причиной слабости с точки зрения цен сырьевых товарных активов. Ну и, конечно же, близость уровня 50 является вроде бы как лакомым куском, чтобы попробовать затащить бренд повыше. Но, с другой стороны, те трейдеры, которые уже смогли прокатиться на этом локальном бычьем релли, имеют хороший профит. И логичная, абсолютно оправданная позиция зафиксировать результат может спровоцировать всем известную обратную тягу через коррекцию сделок и выхода с рынка. И выступает, что, в принципе, может выступить дополнительным негативным моментом. Поэтому продолжаю верить, что разворот должен произойти и, возможно, уже в самое ближайшее время. Может быть, то затишье, которое мы видим сейчас, это, может быть, и перед бурей, конечно же, но полагаю, что это не затишье перед еще большим выпадом, который сможет затащить бренд выше 50 долларов за баррель. Далее идем. Российская валюта 64,83 уровень, в принципе, можно сказать, 65 держится. И на этом уровне мы наблюдаем абсолютно очевидную раскорреляцию между стоимостью нефти и курсом российской валюты. И действительно, 65 уже настраивает нас на то, что это важнейший уровень сопротивления или поддержки, ну, в зависимости от того, с каких значений и под каким углом посмотреть. Но это стоящий рубеж. Для того, чтобы пара уверенно закрепилась ниже и уж тем более пошла ниже 64, нужно, чтобы бренд стоил куда выше, чем 50 долларов за баррель. Поскольку именно на этом рубеже, мы знаем, есть риски вмешательства в ситуацию со стороны Центрального банка России, на этом уровне могут отличиться и спекулянты, которые начнут покупать валюту, в целом поддержав ее курс и ослабив стоимость рубля. В пользу того, что текущее значение с большим интересом нужно рассматривать с точки зрения длинных сделок, может говорить еще идея потенциального роста доллара в преддверии сегодняшних протоколов и уже по факту их публикации. Ну, чтобы оценить ситуацию с американцем, давайте сейчас сначала поговорим про евро, по фунту и после переключимся на пару USD, где я традиционно детально останавливаюсь именно на американскую статистику. Вы поймете, почему доллар сохраняет свои прежние лидерские качества и амбиции. После рубля давайте переключимся теперь на европейскую валюту против доллара, в частности, актуальные котировки 1.1280, здесь также уровень 1.13 держится. Мы видим то, что европейская валюта понемногу корректируется, но, видимо, все-таки понимает, какой фундаментальный фон ложится в основу ее дальнейшего движения. Негатива хватает. Вчера вышли данные по индексу потребительских цен США, который является, по сути, конкурентом евро, и статистика, будучи хорошей, разумеется, оказала давление на европейский валютный актив, поскольку эта статистика снова вернула на рынок разговоры о том, не стоит ли ФРСу поднять ставки уже в июне. Сегодня мы фокусируемся уже на национальном макроэкономическом фоне. Я вас предупреждал то, что вслед за индексом потребительских цен Англии и США спустя сутки у нас будет статистика по еврозоне. Сегодня в 12.00, буквально через 2 с небольшим часа у нас выйдет этот индикатор. Я настоятельно рекомендую вам по возможности поприсутствовать в этот момент на рынке, поскольку волатильность будет значительной. Сейчас трейдеры обсуждают, какую статистику мы можем увидеть в ходе вот этого релиза. Мы помним то, что прошлый отчет указал на то, что индикатор ушел в отрицательную зону минус 0,2%. Это реализованные риски дефляции, которые говорят о том, что прежние меры стимулирования со стороны ЦБ не работают должным образом. И интересно то, что на рост этого индикатора никак не повлияло даже восстановление цен на энергоресурсы. Для меня это, конечно же, нонсенс. Я думаю, что для тех, кто детально анализирует эту статистику, я думаю, что присоединятся к моей позиции. Если сегодня мы увидим как минимум прежние отрицательные значения, и уж не говоря о том, что индикатор сможет еще сильнее просесть, тогда это уж точно тот самый фактор активизации спекуляции для того, чтобы гадать и, в принципе, даже уже не гадая начать настраиваться на то, что ЕЦБ, осознав необходимость дополнительных действий, предпримет эти шаги, которые будут направлены на доп. стимулирование. Возможно, сначала это будут какие-то вербальные заявления, интервенции, но их уже будет достаточно, чтобы ослабить европейскую валюту. Также я рекомендовал обратить внимание на конференцию Питера Прайта, который является главным экономистом Европейского Центрального Банка. Но на самом деле ничего интересного он не сказал и вообще достаточно консервативно и сдержанно высказывался в отношении монетарной политики еврозоны. Полагаю, что после его прежней инициативности примерно около двух месяцев назад, когда он сообщил о возможности снижения процентной ставки, и обвалил рынки больше, чем на одну фигуру, локальная коррекция была пунктов 150, если мне не изменяет память. Наверное, у него состоялся очень неприятный разговор и с Марио Драги, который ясно дал понять, что подобные формулировки, тем более в такой жесткой форме, как это сделал Питер Прайет, недопустимы, потому что Марио Драги в последнее время делает все возможное, чтобы не провоцировать ненужную волатильность на финансовых площадках и он старается не допустить, чтобы общественность обвинила европейские регуляторы в том, что он раздувает валютные войны. И вот, пожалуйста, такие войности позволяет себе Питер Прайет. В этот раз ничего такого не было, может быть, эти беседы возымели свой результат, но это, конечно же, мои предположения. Как было на самом деле, я думаю, что знают немногие. В конечном счете конференция прошла практически незамеченной. Помимо отчета по индексу потребительских цен, сегодня по еврозоне, разумеется, нужно следить еще и за протоколами ФРС в 21.00 по московскому времени и в целом использовать этот фон как возможное усиление контрастности политик, что может стать причиной дополнительного давления на европейскую валюту. В принципе, я жду то, что евро продолжит снижаться и, ну уж точно, уверенно закрепится ниже планки 1.13 и пойдет к следующему уровню поддержки, который находится на отметке 1.12. Далее идем. Фонд против американской валюты. Вчерашняя азиатская торговая сессия оказалась весьма динамичной. Мы видели, как фонд практически вплотную добрался до сопротивления 1.45, но силенок, чтобы засыпиться выше этого уровня, у него явно не хватило. После этого пошла коррекция и она продолжается активно даже на сегодняшних азиатских торгах. Причина улучшения настроений. С чем они были связаны? Я думаю, что это, скорее всего, изменение рыночных настроений и даже уже небольшой перевес, который идет в сторону, опять же, тех респондентов, которые выступают за целесообразность сохранения Англии, статуса членства в рамках Европейского Союза. С чем это было связано? Вроде бы как мы настраивались на то, что позиция будет постепенно смещаться в сторону тех, кто за. И сейчас несколько другая динамика. Я полагаю то, что активная пропагандистская кампания, которая сейчас реализуется правительством Англии, направленная на то, чтобы дать понять всем потребителям, что если дело дойдет до вот этого негативного сценария, неизбежны последствия в виде снижения и ухудшения уровня жизни, нарушения торгово-партнерского взаимодействия между странами ЕС, да и, в принципе, с мировой экономикой и Англией. Бизнес может многие просто покинуть расположение Англии, поскольку это уже не будет интересным рынком. Но, может быть, даже еще более серьезные риски были связаны с тем, что правительство припугнуло общественность, что если Англия станет автономной, Лондон может лишиться статуса Международного финансового центра. И, вероятно, это уже повлияло на настроение респондентов, на тех, кто будет принимать участие в референдуме, который состоится 23 июня. Но я не хочу, чтобы вы уже тотально перестраивались на оптимизм, потому что его сейчас нет. У нас по-прежнему большая доля тех, кто сохраняет нейтралитет и может пополнить один из этих лагерей. И риски, они все еще присутствуют. Вот эта неопределенность до самого референдума, ее, в принципе, достаточно, чтобы быть чуть ли не основным фактором для распродаж фунта. Плюс ко всему, за идею скидывания британца против доллара говорит и статистика. Вышли данные по индексу потребительских цен. Отчет снизился до 0,3% с 0,5% в годовом выражении и до 0,1% с 0,4%. Понемногу мы спускаемся снова к нулевому значению, за которым может последовать отрицательные уже уровни. Банк Англии также отметил, что целевой показатель в 2% практически сейчас недостижим с учетом актуальной картины ситуации. Это уже конец 2017 года и то, что Банк Англии не собирается повышать ставки, то есть ужесточать монетарную политику, это еще один негативный фактор, который сказывается на, должен сказываться на фунте. И по консенсусу, опять же, оценки и прогнозов большинства инвестиционных банков, более справедливое сейчас ценовое значение для пары фунт-доллар это отменка 1,40. Вы понимаете то, что потенциал для снижения еще есть, поэтому я не могу позволить себе рекомендовать вам покупки фунта, когда для этого нет абсолютно никаких оснований. Доллар японская иена сейчас котируется на отметке 109.16. Вчера доллар получил еще один серьезный сигнал для роста, это данные по инфляции. Отсчет вырос до 1,1% в годовом эквиваленте, но и целых 0,4% в месячном. Это самый серьезный прирост за последние три года. И мы помним, что именно от инфляции мы должны были плясать в оценке будущей жесткости представителей ФРС. И вот сейчас мы получили хорошие цифры, которые фактически открывают возможности и дают шансы надеяться, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки, может быть, даже уже в июне. Мы видим, как после последних отчетов меняется и позиционирование в рамках ФРС. В частности, помним выступление президента ФРБ Ричмонда Лейкера, который отметил, что текущих аргументов достаточно для ужесточения монетарной политики. Ну, здесь, правда, есть одно, но он не голосующий член. А вот Эрик Розенгрен, который возглавляет ФРБ Бостона, голосующий член, и он отметил, что ФРС находится на пути двух, а может быть, даже трех повышения процентной ставки. Вслед за Розенгреном вчера выступил председатель ФРБ, по-моему, так четко скажу сейчас, Сан-Франциско Вильямс, который также позволил трейдерам продолжить, скажем, выращивать вот эту идею постепенной готовности ФРС к ужесточению монетарной политики. И наш традиционный друг Денис Локер, который возглавляет Федеральный зерный банк Атланты, который также готов проголосовать за повышение ставок. У нас есть уже очень неплохая такая коалиция тех представителей ФРС, которые могут подстегнуть интерес к доллару и поспособствовать реализации нашей бычьей сделки против японской валюты. Поэтому по USDN я настраиваю вас на рост. Мы видим то, что американец действительно растет, чувствует себя очень неплохо, поддерживает его также и рост доходности американских трежерий. И сегодня в 21.00 у нас протоколы ФРС. Хотелось бы мне, конечно же, охартизовать их как важнейшее событие последних недель, но в прошлый раз я позволил себе допустить такую ошибку. И в итоге мы увидели в Валатине с нескольких десятков пунктов. То есть вообще ерунда. По некоторым отчетам бывает движение поинтереснее. Поэтому сегодня я вешать такой статус на это событие не буду. Просто следим за протоколами. Мы полагаем, что последних отчетов было достаточно, чтобы позиция стала более жесткой. И если подтверждение того, что повышение ставки может произойти даже в июне, мы получим сегодня, значит ралли по американцу будет продолжено и дальше. Что касается других валютных пар. USDCAD. Также мы видим сейчас актуальные котировки 1.29.46. Вместе полномерно приближаемся мы к нашему целевому сопротивлению 1.30. Хорошо, что канадская валюта сейчас не реагирует на рост нефти. Может быть тоже понимать, что он не совсем обоснован. Но самое важное, мы видим то, что лидерские позиции сейчас принадлежат явно доллару. И вот как раз рост этого актива ниверирует все риски, которые могли иметь место быть для, в том числе, тех трейдеров, которые все-таки еще сомневались в росте этой валютной пары. Сомневаться не стоит. Мы идем на уровень 1.30. Австралийская валюта и новозеландский доллар также снижаются, реагируя на сильный, опять же, американский доллар. Плюс ко всему, по Австралии у нас вчера вышли протоколы, где Резервный банк сомневался между тем, как лучше поступить, снизить процентную ставку снова, либо все-таки дать экономике и лично себе проанализировать дальнейшую ситуацию с инфляцией, только после этого принимать решение. Ну, ставка была сделана на второй сценарий. Резервный банк Австралии продолжит следить за инфляцией. Я хочу сказать то, что и бог с ним пусть следит. Самое главное, что понижательные риски, они уже очевидны. Мы будем и дальше видеть снижение показателя по инфляции. И это только будет больше настраивать нас на то, что Австралия снова проявит решительность в плане снижения ставок. И вот как раз вот этот дополнительный шаг может ускорить коррекцию пары до отметки ближайшей поддержки 0.70. Новозеландская валюта, здесь у нас еще больше этих ожиданий, поскольку Резервный банк Австралии уже начал действовать, а вот Резервный банк Новозеландии пока что-то темнит. Ну и потенциал снижения ставки у них существенный, поэтому здесь запас хода еще более серьезный. Я советую также, как и в прошлый раз, обратить внимание на именно потенциал снижения, поскольку у нас ближайшая цель по новозеландской валюте против доллара это 0.65. И пара доллар-франка 0.9823. Еще 170 с небольшим пунктом, и мы доберемся до паритета. Я напомню то, что мы поднимались с очень скромных значений, и те, кто воспользовался этой идеей, уже имеют хороший профит. Но на текущих уровнях, разумеется, мы не останавливаемся, потому что верим в дальнейший рост американца. Из важных событий сегодняшнего дня обращаю внимание на то, что в 11.30 сегодня выйдут данные по инфляции в Англии. В частности, это не фактический отчет по инфляции, это заработные платы, которые могут поспособствовать нам настраиваться на определенный релиз уже спустя месяца. Я не ожидаю никакого роста, тем более, что последняя потребительская активность и в целом риски неопределенности состояния промышленного сектора этому не способствовали. Поэтому на фунт буквально через 40 минут, точнее, простите, через час 40 минут может быть оказано дополнительное давление. В 12.00 данные по инфляции в еврозоне. Ждем слабого отчета и, соответственно, еще одного стимула для разгрузки европейской валюты. В 17.30 запасы от Минэнерго США, которые повлияют на динамику нефти. В 21.00 протоколы ФРС может быть ключевое событие не только этого дня, но и всей недели. Хочу также в преддверии столь серьезных инфоповодов анонсировать очередной бонус на пополнение. Сегодня его величина составляет 14%. Что касается кодового слова, чтобы получить его, это протоколы. Чтобы воспользоваться им все предельно просто, как и всегда, связывайтесь с вашим персональным менеджером и меняйте это слово на бонус на пополнение. Спасибо вам большое за внимание. Хорошей, удачной вам торговой сессии. Пожалуйста, контролируйте риски. Ну и, разумеется, так же, как и я, верьте в силу американца, потому что доллар в плане роста, уверен, не заставит себя долго ждать. Спасибо за внимание. Хорошего попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.